Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Ведущие телепроекта придумали, как наказать Виталия Малышева за рукоприкладство. В недавнем эфире показали, какое суровое наказание для него придумали. Целую неделю Виталику придется красоваться с надписью на груди «Я драчун». А благодаря Филу Кострубову из фразы уже исчезла буква «Н». На поляне возникла взаимная симпатия между Алексеем Чайчицем и Машей Филипповой. Правда, ребята пока не проявляют эту симпатию на камеру. Маша Кахно очень сильно переживала после участия в позорном испытании, на котором Влад Кадони стащил с нее платье. У нее был нервный срыв. Она плакала и отпросилась у ведущих домой в Самару. Она объяснила, почему не сильно сопротивлялась Кадони. Маша боялась повредить нос и грудь после пластических операций. Маша Кахно рассказала журналистам о том, что у нее есть проблема с весом. «У меня правильное питание, но я поправляюсь из-за стресса. Также после анорексии у меня сгорели мышцы. Мне дискомфортно. Мой привычный вес – 48 килограмм, а теперь я даже боюсь сказать, сколько вешу». За помощью в полицию обратилась Марина Мексика. Сотрудники аэропорта опубликовали в сети ее паспортные данные и фото кредитной карты. Марина написала заявление в полицию. Она хочет, чтобы правонарушители понесли наказание. Совсем недавно Катя Колесниченко хвасталась кольцом, которое подарил ей возлюбленный. Сейчас она признается о расставании с ним. «Мужчина был старше Кати на 5 лет, и в их отношениях стали возникать проблемы на бытовом уровне. Со временем я стала понимать, что мы несовместимы в мелочах», – пишет Катя. «А менять привычки мужчины я не хочу». Зрители возмущены поведением Саши Черно по отношению к своей собаке. В недавнем эфире показали, как Черно пинает и затем бьет собаку по морде. Причем только за то, что животное хотело от хозяйки внимания. В Черно столько злости, что многие в ней разочаровались. Женя Феофилактова получила предложение руки и сердца от одного из поклонников. Он носит в Инстаграм «Нигда винчик». Но Женя никак не отреагировала, оставила молодого человека мучиться в ожидании. Поклонники обеспокоены состоянием здоровья Ольги Бузовой. После приезда на Сейшелы она публикует много снимков в купальнике. Поклонники очень не беспокоились, когда увидели, как сильно у нее выпирают ребра. Именно так выглядят люди, страдающие от анорексии. Оля Рапунцель и Дима Дмитренко встретились с пародистами, которые уже на протяжении двух с половиной лет делают на них пародии. Она пишет, что это хорошие, добрые, классные ребята, которые стали друзьями. С ними очень весело. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Субтитры подогнал «Симон»!